Ну и так, мы продолжаем искать наших товарищей, которые будут составлять... О, мы в Курове не были ни разу, вот это вот наша промашка. И, короче, сейчас мы сразу после Риводина поедем в Куров. Куров. В Курове мы... Да, в Курове мы не были. Посетим таверну. И здесь у нас стоит... Вот кто у нас стоит, про кого я забыл. Здесь у нас стоит Марнит. Отлично, Марнит. Мы берем Марнида. Все, и уходим отсюда. Нам здесь больше нечего делать. Уходим. Одеваем сейчас Марнида. У нас Марнит, Марнит. Хорошо, просто замечательное. Вот кто у меня вылетел из головы, я все никак не мог скунуть. И у нас остались Рольф и Лена. Говорим с Марнитом. Значит, давай-ка мы... На твоем снаряжении в походном арсенале мы сейчас тебе что-нибудь подберем. Что-нибудь. Марнит у нас семисильный. Семисильный. Значит, мы ему шапочку такую возьмем. Степную лошадку у него. А, значит... Кириз... Не, Марнит у нас семисильный. Он будет стрелять из арбалета, но у нас нету... Скажите мне кого, как это самое? У нас нету болтов. Болтов у нас нету. Вот чего у нас нету. Для Марнит. И у нас кончились одноручные. У Марнит, по-моему, есть дубинка. И Марнит будет бегать со своей дубинкой. Ага. Ага. Да. Это мы оставим для Елены. Марнит у нас будет бегать со своей дубинкой. Придется что-то купить ему, наверное. Или болты. Или дать ему копье. Придется покупать что-то, господи. Не, ну мы не будем ничего покупать. Мы просто его переоденем. И пусть он с дубинкой на коне вот этой летает. Так вот. Будет у нас конец такой вот. Дубинка образной. А все это мы ему потом добавим. Значит, Марнит у нас будет конец. Конец. Ну, я же говорю, Ферентист тоже конец. Сала, Ян конец, Бунду конец, Матильт конец. Ну, вот так вот оно и будет. Сейчас мы ему что-нибудь найдем. Этому Ферентисту, Марниду. С кого-нибудь разгромим, разобьем. И будет у него что. Направляемся в Куров. Вот это местное ополчение Вегерское. Ну, тоже лучники, арбалетчики. Тоже состоящие из крестьянской ветки. Ну, значит, мы приезжаем в Куров. Что-то игру так серьезно начала подлагивать. Здесь у нас есть конные разведчики. Мы не будем сейчас их брать. У нас просто тупо нету денег. Уходим и едем мы, короче. Куда? Наш вентилятор ревет. Я не знаю, что он это самое. Хочет этот компьютер. Почему он так крепко, я же говорю, начал подлагивать. Что-то какие-то происходят, наверное, системные события. Поэтому у нас начинает подлагивать игру. Посредник нам не нужен. Мы опять уходим, потому что у нас конкретно занимаемся, у нас конкретная цель. Мы ищем НПС. Вот игрулящие люди. Сейчас мы их бахнем. А ну, текай этот Баярин Валишин. Это наша добыча. Сдавайся или умри. И мы, короче, атакуем их. Сейчас мы... Причем, интересно, значит, в битве не подлагивает, а подлагивает только на глобаке. Не понятно, что это. Заявление такое. Ну, да ладно. В битве игра сюда ведет хорошо. Ну, сейчас мы постучим им еще. Вот он их не атомал, короче. Разницы на хребраха осталось бы один, что ли? Да, два аута. Дадим волю порадоваться своему отряду. Такой великой победе. Ну, все, так. Итак, у нас есть вегиры, какие-то изертиры, конные налетчики готовы. Короче, не буду этом перечислять, кто у нас есть, кого нема. Ни к чему это. В общем-то, все так прекрасно видно. Значит, у нас есть вегирский боевой конь. Ага, ну, все, мы это покажем. Ничего мы не будем. О, Вильска, копье всадника, тоже хорошая вещь, которую мы сейчас соберем остальных 18 вещей. Так, короче, вот эти разговоры, они сейчас не нужны нам. Ни к чему. Лаен, хорошо, что ты повышаешься на своих навыках. Значит, 14 силы мы тебе все продолжаем. Сила это такое. Мы тебе будем качать силу. Значит, одноручная. На твое вооружение, снаряжение у тебя. Рыцарский топор. Вот мы тебе дадим вегирское копье всадника. А вот эти боевые вилы мы тебя заберем. Заберем. Болтов нету. И, значит, мы этому дадим, как раз вилы мы ему дадим. Марниду. Поговорим с тобой, Марнид. Твоем вооружении и снаряжении. У нас тут есть, если хочешь, а ты семисильный, да? Мы тебе дадим боевые вилы. И мы тебе дадим. У нас есть длинный боевой меч. Эллийский метар. Буздыхан. Дадим длинный боевой меч. Вот так вот. Это будет выглядеть хорошо так. Будешь такой у нас. Весь из себя. Угу. Так, все, назад. Все. Насморщик за рыбами, охотник за головами, крестьяне. Дозорный. Так вот оно так и будет. Мы едем уже. Сейчас я не знаю, кого-то где-то. Может еще встретим, где этих таежных разбойников. Ну, лагает на глобальной карте, серьезно. Непонятно почему. Ну, я так думаю, что это происходит, какие-то системные события, ну, чисто тупо виндовски. Может какие-то обновления заходят, или что, я не знаю. Ищет обновления какие-то, или что. Поэтому, сейчас я вот доеду до ревачега, обыщу ревачег, продам там все, что такое-сакое. Закончу, наверное, это видео, и перезагружу всю эту систему, всю игру, все-все перезагружу. Наверное, скорее всего, я так думаю. Автоверну. Здесь у нас никого нету опять. Ну, тех, кто нас интересует. Тех, кто нас не интересует, нам не нужны. Так, несколько пленных. Это вот эти все ночные тати, конные налетчики, таежные разбойники, вегерские дезертиры. Все, спасибо за внимание. Мы удаляемся на рыночную площадь. И на рыночной площади мы начинаем продавать большие бирдыши, длинные туники, лошадей пока мы оставим. Вегерский топор, садника оставим. Тугой лук нам не нужен, у нас куча хиргитских. Все это с кемитар. С кемитар пока оставим, на всякий случай, не знаю. А, у нас для Лены ничего нету. Наверное, оставим в сапоге одни, все-таки. Тут тоже есть арболит садника, но у нас, нам не нужно, у нас их так много уже. Арболит садника, Блодный меч вегерского садника, хорошая штука. да, стоит оно, короче, тысячу стоят, пятьдесят восемь, бонус против блоков, скорость большая, длина хорошая, урон хороший, одноручная, двухручная. Но это мы постараемся выбить уже, короче, с вегеров, или с это самое, с дезертиров вегерских. Угу. Погнутая рогатина. Но это все мы попробуем выбить. Покупать нету смысла, короче. Ага. Все. хушкарские щиты, почему-то у вегеров, не знаю почему, у ревачей. Итак, значит, я, ну, сейчас, короче, вот это, прекращаю снимать это видео, и уже встретимся в следующем видео, я так понимаю. Все. Пока все. Пока все.